Мы говорим о Песохе. Даже очень далекие от традиций евреи слышали, что на Пасху едят... Неожиданно! Да... Крашенки! Валентин, короче говоря, ты это вырежешь, да? Мы сейчас начнем урок сначала. Их же не слышно. Окей, все, шекет. Итак, вы знаете знаменитую еврейскую поговорку «Те, кто кушает мацу, узнаю я по лицу». Поэтому в праздник Песох даже самые нерелигиозные евреи и неевреи знают, что нужно кушать мацу. Да? Как в русской и украинской традиции все знают, что нужно идти святить куличи и какую-то еду, да? Маца, которая есть. А потом главный пункт программы – разоговеться. Как говорится, нужно взять сначала священное, а потом уже разницы нет. Вот. Поэтому маца. Что же празднуется в этот день? 15 Ниссана, около 3300 лет тому назад, вы только задумайтесь, как давно, еврейский народ вышел из Египта, где находился в рабстве, да? И этот день стал днем рождения еврейского народа, днем его физической и духовной свободы. Хотя мы говорили, что начало произошло от кого? Авраама. Первый еврей, да? Но мы здесь видим уже народ, который предстает перед нами в образе именно народа, да? Потому что, когда мы читаем о том, что переселялись в Египет, было всего 72 человека, да? Если я не ошибаюсь, или 76, или 70, ну, немного, да, не 2 миллиона. В любом случае, это было похоже на кочевнические такие движения семьи, да? Просто семья, которая была, переезжает, ну, толпа организованная. И здесь мы видим Израиль как народ. И отсюда Израиль отсчитывает свою национальную историю, как нация. Согласно Торе, 15-го Несана начинается великий еврейский праздник, который длится неделю. И называется Песох. История праздника Песох описана в Торе в первой половине книги «Шмот. Исход». Ее пересказывали из поколения в поколение, повсячески разбирали, анализировали и так далее. И очень интересно, что, несмотря на прошедшие годы рабства и старания той власти, которая была тогда, еврейский народ не забыл, кто они, и продолжали придерживаться своих законов. То есть их внутренний дух, он был сохранен, как народа. То есть мы видим, что традиция, она передавалась. Да? Мы понимаем, что, конечно же, там имело место, ну, можно сказать, устная Тора. Но можно сказать также определенное обучение. Потому что мы понимаем, что если бы не было обучения, то там через 70 лет все бы все забыли. Наши дети, современные, например, не в курсе, кто такой Ленин, кто такой Сталин. Немножко знают о Гитлере по фильмам. Ну, понимают, что это какой-то старый диктатор, типа Наполеона. Ну, что-то вот так. Вполне серьезно. Вполне. То есть, если говорить об антисемитизме, например, далеко не всякий подросток может дать определение этому термину. Ну, вообще, то есть это даже примерно, откуда это, вот, как бы не все могут угадать. Но, да, это не значит, что они не антисемиты. Итак, мы видим, что национальный дух был сохранен. И мы знаем, что выходили они по приказу Бога. И именно потому, что Бог когда-то пообещал это Аврааму. Мы видим, что встретилось такое яростное сопротивление. И был подвергнут давлению весь народ. Помните, да, когда фараон, он говорил, что больше будете работать, вы ленивые, солому собирайте и так далее. И мы видим, что евреи, они стали народом, очень интересный момент, на пути к своей земле. Понимаете, да? Они не стали народом, вот, например, мы здесь жили на Украине тысячи лет, и это наша испокон земля, и мы здесь сформировались, как украинский народ. Они пришли, как народ, сформированный, да, может быть, не до конца. Мы видим издержки, да, хотя бы потому, как по ходу пьесы была установлена власть, порядок, судейство, решение споров, разделение и так далее. То есть по ходу процесса они оттачивали все эти вопросы. И мы знаем, что не все евреи вышли из Египта. Но только потомки тех, кто вышел из Египта, остались евреями. Вы понимаете, да, что люди, которые остались в Египте, их судьба была предрешена. Они ассимилировали. Даже если какое-то время они держались, в национальной очах он был перенесен в пустыню и находился там. Таким образом, человек исключался из общества сынов Израиля. Самоисключение. И также мы знаем, что многие египтяне, они присоединились. И я думаю, что потом они нашли себя, как часть народа. Я не знаю, как именно их потом идентифицировали при разделе земли и так далее, и так далее. Интересный вопрос. Да, кто с кем. Интересно, что, когда речь идет о Талмуде, например, Талмуд рассказывает о том, что золотого тельца сделали эти неевреи, которые вышли с евреями, которые умели пользоваться магией. И поэтому они вот так, знаете, как написано? Вот Аарон говорит, а я же как бы ни при чем. Я взял золото, бросил в огонь и вышел телец. Ну да, звучит так, да? Вот, и они объясняют о том, что на самом деле это было сделано при помощи магии. И именно вот этой египетской магии, которую как бы применяли те язычники, которые поэтому евреи в принципе как бы не виноваты. Ну, да. Мы помним, что евреи попали в Египет, когда был голод, да? И Иосиф, один из сыновей Якова, был фактически правителем Египта, вторым лицом после фараона. Поэтому их приняли очень хорошо. И поставили, дали лучшие земли, высокие должности. Но сам по себе Египет и все то, что там было, прямой противоположностью всему, что учил Яков. Поклонение божествам. Вы знаете, что 10 казней, они напрямую связаны с теми божествами, которым поклонялись египтянин. То есть, идолопоклонство в Египте, оно шло в полный рост, не скрывая себя. И пока фараон нуждался в Иосифе, все было хорошо. Потом все стало сложно. Когда встал другой фараон и не знал его. Несмотря на все сложности, евреи продолжали давать детям еврейские имена, продолжали делать бритмилу, то есть обрезание, и не доносить друг на друга. То есть, была определенная круговая порука. Да. Мы знаем, что несмотря на то, что фараон предлагал Якову, его семье поселиться в лучших местах, они поселились на северной окраине и продолжали заниматься скотоводством. Я попытаюсь сейчас сократить, потому что нам надо много всего. Итак, вы помните такие знаменитые слова? Let my people go. И однажды он сказал, махнул рукой, и они пошли, чтобы они служили мне. И вы видите, что есть 10 казней перед казнью. То есть, это кратко мы просматриваем. Были казни, фараон все равно не соглашался и сопротивлялся. И сопротивлялся. У праздника есть еще три названия. Его называют Ха-Ха-Авив, праздник весны. Ха-Ха-Авив. Мы говорили о том, что Тора рассказывает о том, что это должно быть весенний праздник, да? В Несане. Ха-Ха-Авив. Праздник Авива. Ну, грубо говоря. С месяца Несану в Эрец Израиль начинается весна. Да. Также его еще называют Ха-Ха-Хе-Рут. Хе-Рут. Праздник свободы. Ха-Ха-Хе-Рут. А также Ха-Ха-Мацот. Праздник Мацы. Мацы. Пресного хлеба. Мацот. Ха-Ха-Хе-Рут. Праздник свободы. И Ха-Ха-Мацот. Праздник Мацы. Мы говорили о том, что с Рос-Шашана начинается Новый год можно так сказать в представлении европейском, но отчет года начинается с Несана. То есть Рос-Шашана попадает на седьмой месяц на самом деле по счету. У этого праздника есть символ. Символ этого праздника это Маца. Пресный, незаквашенный хлеб. Мы помним, откуда это пошло, да? Есть? Нужно объяснить. Они испекли вынесенное из Египта тесто в виде пресных лепешек, так как оно не успело закваситься. Очень интересно, сколько времени нужно на закваску, как вы думаете? Сколько? 18 минут, совершенно верно. Где-то знаешь, наверное, традицию, да? Но интересно, что как бы действительно на закваску требовало всего лишь 18 минут. Вроде бы можно было бы и подождать. И мы видим, что несмотря на то, что 18 минут, они уходили так, что даже этого нельзя было подождать. То есть это был невероятнейший кипиш. Я не могу даже представить, что это было. Вы понимаете, да? То есть они ломились к соседям, выпрашивали у них грошей. Все, что видели, то брали. А что ты можешь взять? Ну вот реально. Ну что ты можешь взять? Это как во времена погромов. Когда нацисты приходили, говорили, у вас там есть 10 минут взять необходимые вещи. Что человек мог взять? А что ты мог взять? Ну натурально. Ну то есть это надо иметь эти сумки. А если у тебя нет сумок? Какие-то тачанки, какие-то тачки, какие-то по пустыне. На секундочку. Это же не по асфальту катить это все там организованной толпой. А у тебя дети, а у тебя скот. А больные, если у тебя мама там, ты там парализованная, например. Ты же не оставляешь ее, да? На каких-то валов, на каких-то... Ну ужас. То, что проходило, это ужас. Поэтому неудивительно, что в этот момент было не до хлеба. Ну конечно. То есть они понимали, что вот либо сейчас, это был такой момент X, да? Либо сейчас, либо все. Бегство страшного. Немедленно. Поэтому в память об этом евреи не едят в течение этого праздника заквашенный хлеб, да? А только мацу. В соответствии с тем, что говорит Тора. Шмот 13.7. Семь дней ешь мацу, а заквашенного хлеба не будет видно у тебя и не будет ничего квасного в твоих владениях. исход 13.7. Но мы знаем, что также особое внимание уделяется в этом празднике всем продуктам, которые имеют что-либо квасное, на иврите хамец, на все, что содержит закваску. Запрещено не просто есть, но и хранить хамец. Это включает все обычные изделия из теста и муки, которые едят круглый год. Хлеб, булки, печенье, торты, вермишель, макароны, вареники и так далее. Все, что изготовлено с примесем хамец, это могут быть, допустим, некоторые напитки, брожения, да? Квас, может быть, пиво там, я думаю, тоже, да, и все остальное. Сладости могут быть какие-то. Квасное, да. А также все, что приготовлено в посуде, в которой готовились или хранились продукты, в состав которых входил хамец. Помните, да, историю о продуктах и о посуде? Это вопросы кашрута. Вы пропустили здоровый кусок? Перепиши, иначе ты потеряешься. Хочу сказать, что будет тест. Я думаю, понедельник, вторник. Да, ну я просто вас как бы уже точно говорю, что тест будет. Да, поздравляю. Пускай у вас выходные пройдут под эгидой обзора иудаизма. Праздники. Так. Есть определенные отделенные пасхальные наборы посуды, которые используются раз в году на Песах. То есть в продвинутых семьях обычно есть. Может быть, вы видели так называемое блюдо такое. Киара называется, да. Киара. Правильно, так, по-моему. Блюдо для Песаха. Кто был у нас на седрах, вы видели их, наверное, эти блюда, да? Киара. Пасхальное блюдо такое. Ну, я точно не… Киара, да. Киара. На нем изображены предметы и такие небольшие выемки. Традиционно раскладываются основных символов этого праздника. На седр, да. Ну, думаю, да. Праздник очень центральный. Центральный праздник. Так же, как, в принципе, он центральный и в христианстве, да? В православии особен. Да. Киары? Задолго до наступления праздника во всех еврейских общинах мира начинают печь мацу. Это так, как, знаете, как западный мир празднует Рождество и подарки там за месяц, с начала декабря начинаются светопредставления по всей Европе и Америке. Вот. Такое же светопредставление начинается перед Песохом. Все пекут пацу, ищут хамец, разучивают разные песни, да? Какие там четыре благословения. Шабахот, халэлот, лайлаозе. Помните, да? Да-да-да-да-да-да-да-да. Четыре вопроса. Делают мацу очень просто. Из муки и воды. Вот так вот. Муку смешивают с водой, раскатывают тонкими слоями в печь. Вот. И не позже, чем 18 минут после замешивания выпечка мацы должна быть закончена. Можете дома у себя тоже спечь мацу, если хотите. В еврейской школе вот пекут, например. Нет. Мука. Мука, вода. Мне соли не добавляют. Так, так, так. Идем дальше. Я хочу просто выбрать вам такие основные моменты, потому что мы не успеем. Рассказывается история. Итак, происходит, мы говорили с вами, тотальное уничтожение всех запасов хамыца. То есть по всему дому ищется для того, чтобы песок был кошерным. недостаточно просто спрятать весь хамыц. Ну, то есть недостаточно просто там закрыть в тумбочку и подпереть веником. Да. Запрещено владеть им, мы говорили, да? Даже если его не видно. Поэтому продают, как правило, если весь хамыц не еврей на период Песоха. составляется договор, имеющий юридическую силу. Подыскивают на всякий случай такого хорошего еврея, который не кинул бы потом. Ну, а если он ходил там, и у него осталась крошка в кармане где-то там? Мы? Конечно. У нас на кухню зайдешь, там ни хамыца, ни чая, ни сахара нет. Каждый день. Так. Когда хамена ходят, его сжигают. И, конечно же, одним из ключевых моментов на Песохе является седр, пасхальный порядок. Именно благодаря пасхальному седру, наверное, Песох стал самым известным еврейским праздником. Само слово Песох, что означает? Песох. Пройти над. Да? Пройти мимо. То есть, говорит об том ангеле, который прошел мимо. Для верующих Нового Завета это очень сильный праздник, друзья. Я очень люблю Песох, потому что это праздник свободы. Свободы от и свободы для. Праздник того освобождения, в которое нас вел Машех. Да? Пасха наша, Христос, закланный за нас. Это больше, чем просто крашеные яйца. Это больше, чем Истер, праздник плодородия так называемый. Это больше, чем какие-то обряды. Это праздник по-настоящему свободы. Итак, существует седр, то есть, определенный седр означает порядок. Он состоит из 14 частей, следующих друг за другом. Задача седра помочь объяснить каждому еврею, что исход из Египта это не дела давно минувших дней, а нечто принципиально важное для него самого. Фактически мы все совершаем с вами исход. И хорошо на свою жизнь смотреть именно таким образом. Находясь здесь на земле, мы идем в небо, в ту обитованную землю, которую Бог нам предназначил. И мы, конечно же, со всех сил пытаемся затащить туда все наше барахло, которое мы копили непосильным трудом всю свою жизнь. Но реальность такова, что мы возьмем очень мало. И для нашего перехода, для нашей смерти иногда нужно намного меньше, чем 18 минут. Понимаете, да? И мы возьмем очень мало, а точнее ничего. Ну, есть наши дела, есть наше сердце, да? Это те сокровища. Подготовка стола происходит очень тщательно. То есть это эпохи всего. Есть ли смысл говорить о предметах, которые будут, или мы просто просматриваем праздник? Многие были на седере, да? Ну, хорошо. Обычно находится салфетка с тремя листами мацы, блюдце с соленой водой, символ слез, которые прорывали евреи, и киара. Круглое блюдо, на котором расставлены шесть тарелок с определенными предметами. Такими как, кто может что повторить? карпас, бойца, марор, эро, хорет, хоросет, хосерет, да? Хосерет. Конечно. Ну, то есть, лежит косточка, да? Которая напоминает жертву. Марор, горькая трава. Помните? Карпас, какой-то крупный овощ, может быть, морковка или вареный картофель. Хоросет, смесь изюма, тертых яблок, орехов, корицы и вина по цвету и по вкусу напоминает глину, вернее, не по вкусу. Хрен, да? Тоже, чтобы помнить, как все было плохо. и круглое яйцо, чтобы напомнить себе о том сердце, которое имел фараон. Точно. Есть определенная хагада. Хагада Шель-Песах. Повествование о Пасхе. Или просто говорят иногда хагада. Есть самые разные издания этой книги. Ну, самые разные вариации. И принято рассказывать о празднике. Также задается четыре вопроса маленькими детьми. Чем эта ночь отличается от других ночей? Почему мы во все ночи едим как угодно, а в эту ночь только облокотившись? Ну, и так далее. Мы не говорим сейчас о параллелях мессианского служения Песоха. Мы просто делаем осмотр. Итак, идем дальше. Это у нас второй урок сейчас идет. Давайте мы поговорим о Суккоте. праздник. Тот праздник, который идет сейчас. Через четыре дня после Йом-Кипура 15-го Тишрея начинается праздник Суккот, который длится семь дней по 21-е Тишрея. Откуда мы узнаем об этом празднике? Совершенно верно. Дворим 16-13. Отмечай праздник Суккот семь дней после сбора урожая. Имеется ввиду окончание сбора урожая, которое длится все лето и заканчивается к началу праздника. Также есть другое название этого праздника Хах Хе Асиф праздник сбора урожая. Да. Хах Хе Асиф праздник сбора урожая. Итак, что же такое Сукка? Шалаш. Ваекра 23-42-43. В шалашах поселитесь на семь дней. Ваекра 23-23-42-43. В шалашах поселитесь на семь дней. Каждый житель в Израиле поселится в шалаше, чтобы знали потомки ваши, что в шалашах поселил я сыновей Израиля, когда выводил их из Египта, чтобы знали потомки ваши. Слово шалаши на иврите суккот, поэтому и праздник называется шалашей. Праздник шалашей. Для нас это тоже очень интересный такой момент, потому что фактически хорошо, если мы будем смотреть на свою жизнь, как на жизнь в шалашах. На некоторых временных жилищах, которые в свое время будут разрушены. понимая, что ничего нет прочного в этом мире. И придет такой момент, когда все будет разрушено. И только по милости Бога, мы помним, да, Израиль прожил 40 лет в пустыне. По милости Бога мы можем прожить здесь, на земле, сколько Бог определит нам в своих шалашах. И если придет, ну что такое шалаш? Это временное жилище. Подул сильный ветер и нет его, да? Там налетела какая-то буря и нет его. И мы понимаем, что мы как люди сами по себе слабые. Ну как бы не сложно же, да, уничтожить человека. Но если Бог будет нас защищать, то даже в пустыне, несмотря на все какие-то вещи, которые нелогичны, вещи, которые ну так не работает это, чтобы 40 лет еда появлялась, несмотря на это и одежда не ветшала, не болели люди, и Бог защищал, Бог может сделать чудо. Поэтому пускай суккот у вас никогда не закончится в сердце. Аминь. И мы узнаем, когда он должен начаться. Вайкра 23.39. В 15 день седьмого месяца Чешрей, собрав урожай земли, празднуйте праздник Всевышнему семь дней. Итак, мы видим, что в праздник суккот нужно поселиться в шалаше. Возникают сразу вопросы, кому надо поселиться в шалаше, почему именно в это время, что такое шалаш, как он выглядит, и что значит поселиться в нем. вот ребята сегодня будут строить шалаш, я так понимаю, будем знать, как он выглядит. Итак, Тора дает нам объяснение, почему нужно поселиться в шалаше, чтобы знали потомки ваши, что в шалашах поселил я сына Израиля, когда выводил их из Египта, чтобы знали потомки. Шалаш является символом, который показывает людям, детям те события, которые были. Мы понимаем, что с точки зрения тех же египтян поступок евреев был глупый. Ну зачем оставлять, пускай ты в рабстве, но ты уходишь вообще в пустыню. Там вообще ничего нет. Не то, что там чуть-чуть есть, вообще. А тут хотя бы дом у вас какой-то есть, хотя бы какое-то майно, богатство. И поэтому праздник Сукот он и говорит, что материальное благополучие это еще не все. Можно и нужно иногда уходить из тех вещей, которые держат нас в рабстве, хотя являются стабильными. шалаш должен быть пригоден для того, чтобы поселиться в нем. то есть шалаш должен напоминать жилище, когда строят Суку. Он должен быть временным жилищем, то есть в нем не должно быть ничего такого, что делает дом постоянным жилищем. огромный трактат в Талмуде посвящен разделу Сука. Какая она должна быть, как сделана и так далее. Но есть основные такие главные требования. Шалаш должен иметь не менее трех стен. В принципе третья стена может быть неполной. ну то есть достаточно просто палку какую-то поставить больше 10 сантиметров и все хорошо. Можно использовать стены уже имеющегося дома, то есть прислонить Суку к уже существующему дому. Крыша в шалаше не может не должно быть крыши в шалаше имеющей вид постоянной. То есть нельзя сделать крышу там покрыть ее плотно рубероидом или там каким-то шифером так мощно. Поэтому покрывают шалаш с рубленными или сорванными растениями листьями пальм ивами ветками. нельзя использовать обломки мебели разобранные ящики доски и так дальше если они не были специально обработаны для шалаша ну то есть по галахе при всем том крыша должна быть достаточно густой чтобы тень от него в полдень занимала не менее половины площади шалаша тоже нельзя положить просто там несколько веточек знаете просто так должна быть какое-то подобие крыши но с другой стороны он не должен ну чтобы тени закрывало от света днем больше половины и с другой стороны чтобы ночью можно было видеть звезды стекло надо спросить у раввинов думаю что нельзя тень а если затемненное стекло ровно на 75 процентов затемненное стекло иди знай вы знаете может и прокатит тут такое дело надо советовать раввинами шалаш должен находиться под открытым небом то есть не под навесом и не под крышей постоянного строения потому что тогда он уже перестает фактически быть временем к жилищам да ширина и длина шалаша должны быть не менее 70 сантиметров да ну ну чего один человек может жить в шалаше 70 на 70 правильно может покушать там а он маленький маленький еврейчик да высота измеряется от земли до уровня крыши она должна быть не менее 80 сантиметров и не более 10 метров 80 сантиметров и не более 10 метров можно же строить большие суки да шалаши например еврейской школе я вот с учительницей разговариваю она говорит мы раньше вообще переходили во время суккота в синагогу и занимались специально в шалаше занимались строили во дворе например синагоги шалаш и занятия у них проходили там вы понимаете да наследие передавалось детям отлично то есть но это было уже я так представляю большой шалаш настоящая такая как на но не высоту не 10 метров это же 3 этажа 3 этажа да а ну 10 метров это 3 этажа да то есть если здесь есть ограничение не более 10 метров значит кому-то пришла идея построить более иначе этого ограничения бы скорее всего не было я подозреваю что он таки построил и кого-то завалило и поэтому принято было постановление не более 10 метров ну понимаете тот кто строит шалаш для своей семьи должен позаботиться чтобы в шалаше можно было поставить обеденный стол стулья так чтобы семья могла там кушать нет это минимальный это минимальный шалаш например вы можете построить у себя на балконе почему нет если у вас балкон открытый знаете который выходит но лоджия покрыта получается это уже закрыт вы можете символически построить я вам скажу что если у вас есть дети они с радостью примут в этом участие и они будут жить там они будут там кушать и так далее и так далее мы недавно ну как бы еврейская школа задание построить шалаш макет да и мы вот в среду там полночи лепили этот этот шалаш но я вам скажу что дети были впечатлены процессом всем тем мусором который мы развели и все но сама идея вы понимаете да что вот мы строим шалаш нет не на балконе мы построили такой из палок веток пластилина и жить там конечно принципиально разница есть итак несмотря на то временное жилище традиция рекомендует украшать шалаш занавесками картинами коврами может даже мебелью надписями пледами разными плодами там можно яблоки обвесить там разные всякие вкусности ковчег хорошие вот шалаш строят наш арбузиками да да конечно поэтому в сегодняшнем Израиле во время праздника вся страна покрывается сотнями тысяч шалашей вы представляете как это выглядит да целое движение они же как бы гужбанят всю ночь там в тех шалашах и так далее и так далее деревья не трогают не 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 там же все серьезно послушайте это тоже как бы так точно так же как рождество имеет определенный ряд бизнесов елок там и всего всего остального я думаю что и там все нормально с этим все для людей да камыши тоже да вот кстати хорошо давайте сделаем перерыв будем дальше идти субтитры